Друзья, всем здравствуйте! Меня зовут Олеся, это канал о вязании. Сегодня я снимаю первое видео в 2023 году, поэтому поздравляю всех с новым годом! В новогодние праздники я устроила себе небольшие каникулы, занималась только тем, что мне хочется, вязала, смотрела интересные фильмы, читала книги, но так как стояла великолепная погода, солнечная, практически безветренная, я, конечно, гуляла, ставлю вам небольшие фрагменты того, что я поснимала во время прогулок, чтобы разбавить рязание. И после такого перерыва мне очень сложно было собрать себя в кучу сеть и рассказать вам о своих продвижениях, но сегодня я себя настроила и начну я с готовых работ января, их немного. И первой готовой работой стал свитер для моего сына. Сейчас на руках у меня его уже, конечно, нет, так как сын уехал на учебу и забрал его с собой. Но пока у меня была такая возможность, я поснимала, чтобы показать вам, что у меня получилось. Этот свитер я вязала на размер 50. Друзья, включилась, чтобы показать вам готовую работу. Это свитер, который я связала для своего сына. Пока эта работа еще у меня на руках, но завтра уже сын уезжает на учебу и забирает свитер с собой. Поэтому показываю, свитер полностью готов, он уже постиран, кончики заправлены. Вязала я его из пряжи от Naco, называется пряжа Deni. В составе 60% хлопок и 40% премиум акрил. Цвет номер 217, метраж 200 метров 100 граммах. Цвет очень красивый. Он не черный, он, я бы сказала, графитовый, что ли. Ну вот такой вот с эффектом Deni. Красивый цвет. Вязала я узором, который нашла в книге Норы Гоан. Книга называется рельефный узор, и сам узор называется Ротанг. Очень красивый узор. Этот свитер связан отдельными деталями. Спинка отдельно, перед отдельно. Спинку я начинала вязать, напирала на спицу номер 3 100 петель и провязала 23 ряда резинкой 2х2. В двадцать четвертом ряду я равномерно прибавила 18 петель и перешла на спицу номер 4. И далее уже вязала узором. Провязала 5 полных раппортов в высоту плюс 26 рядов от 6 раппорта и приступила к оформлению горловины. По плечам я сделала небольшие скосы, буквально 4 разворота. Перед я вязала аналогично. Единственное, горловину я начала оформлять чуть раньше, чтобы она была более углубленной. После того, как перед и спинка у меня были связаны, я сшила плечевые швы методом трех спиц, а боковые швы я сшивала просто иглой. И вот этот шов, он очень хорошо смотрится с этим узором. Затем я начала вывязывать рукава. Рукава я начинала вязать от проймы. Пройма здесь прямая, поднимала петли, вязала вниз, сделала несколько укороченных рядов. Поднимала я не за кромочные петли, а так как у меня после кромочной по спинке и по переду после кромочной шва изнаночная петля и только потом начинался узор, вот в отверстиях, там где шва изнаночная петля, я и поднимала петли на рукав. Начинала поднимать от плечевого шва. Так как делала укороченные ряды, я всегда, когда делаю укороченные ряды или имитацию вточного рукава, начинаю набирать от плечевого шва. Мне нужно было набрать всего 84 петли. Рассчитывала следующим образом, я измерила обхват руки в широком месте, там где идет предплечье. Естественно, добавила еще петли на свободу облегания и рассчитала, что мне нужно набрать 84 петли. Поэтому, начиная от плечевого шва и до бокового шва я набрала сначала 42 петли, но не сразу вот так начала набирать 42 петли. Я это расстояние также разделила на две части, то есть в серединке повесила маркер, прикрепила маркер, набрала двадцать одну петлю, затем еще двадцать одну петлю. Таким образом у меня получилось равномерно набрать 42 петли до бокового шва. Здесь я вновь прикрепила маркер, эту часть я также разделила на пополам, набрала двадцать одну петлю и затем еще двадцать одну петлю. И таким образом с этой стороны у меня было набрано тоже ровно 42 петли одинаково. И после этого, там где у меня идет вот плечевой шов, я здесь оставила маркер, от него я провязала 10 петель и когда я первый разворот сделала, на десятой петле я развернулась, провязала эти 10 петель до маркера и также после маркера я провязала 10 петель и сделала разворот. Вновь вязала в обратном направлении все петли, получается уже 20 петель, 10 до маркера, 10 после маркера до первого разворота. Провязав петлю, на которой я разворачивалась, она у меня шла как бы двойная, после нее я провязала 5 петель и потом вновь развернулась. И таким образом, после первого разворота я сделала еще 4 разворота, но уже провязывала по 5 петель. И после того, как я сделала по 5 разворотов в одну сторону, 5 разворотов в другую сторону, я уже перешла в круговое вязание. Затем я начала вывязывать, после того, как я перешла в круговое вязание, начала вывязывать вот такого паука на рукаве, очень красивого. Он получился как раз вот в этом месте, где предплечье, такая вставочка. После того, как я паучка связала, я перешла просто вязать лицевую гладь по кругу. Да, я делала также убавки, но убавки я сделала здесь неравномерно, где-то через 10 рядов, где-то через 5 рядов делала убавки. Я сделала 11 убавок, довязав до того момента, когда нужно было вязать манжет, у меня на спицах оставалось 62 петли. Я убавила еще 18 петель равномерно, осталось 44 петли, и я провязала манжет резинкой 2х2, закрывала с накидами. Манжета, кстати, я вязала уже из другой пряжи, так как на манжеты и на ворот пряжи нако деним, мне не хватило. Я взяла пряжу от Ярнарт, называется джинс. Камера, конечно, предательски выдает, что здесь немножко цвет отличается, но на самом деле в реальности эти цвета очень похожи. И если, например, не говорить, что это другая пряжа, то, в принципе, вряд ли кто-то это поймет. Тактильно, да, можно определить, но только те, кто вяжут, те, кто понимают и разбираются в пряже, могут сразу понять, что здесь немножко другая пряжа. И плюс нако деним в 100 граммах 200 метров, а Ярнарт джинс здесь в 50 граммах получается 160 метров. И я вязала в две нити. И манжеты, они получились такие поплотнее и погрубее немножко на ощупь. Но по цвету я бы не сказала, что они сильно отличаются от поводна, которым связан рукав. Так, Ярнарт джинс, 55 процентов хлопок, 45 процентов полиакрил, цвет номер 28. И ворот, кстати, я тоже вязала из Ярнарт джинс. Здесь я сделала кетлевку. И затем вязала резинкой 2х2. Я вообще изначально хотела связать ворот, как у свитера. Ну, то есть такой вот хороший длинный большой ворот, чтобы он отворачивался, был высокий. В общем, как показала примерка, вот такой воротник, высокий, стоечка, вполне удобен под куртку, больше не надо. То есть двойной отворот тут совершенно не нужен, так как вязала я его в две нити из пряжи Ярнарт джинс. Он получился такой немножко грубоватый, но при этом форму хорошо держит. И под куртку надевать вот в виде такой стоечки очень удобно. Ну, а если в помещении он будет мешать, то его нужно вполне вот таким образом отвернуть. Он небольшой и смотрится тоже хорошо. Вязала резинкой 2х2, закрывала с накидами. Ну, то вот такой ворот получился. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Расход на данный свитер 710 грамм. Мне немножко не хватило пряжи на Куденим. У меня было всего 7 мотков. Вот такие клубочки у меня остались в остатках, так как манжеты я все-таки и ворот решила вязать из пряжи Ярнарт джинс. Но так как по цвету она очень даже неплохо подошла, я считаю, что все получилось замечательно. Вторая готовая работа это шапочка, которую я связала для себя. В праздничные выходные дни я решила, что мне срочно нужно закончить эту работу, пока зима не закончилась, чтобы у меня была возможность носить эту шапку. Уже несколько дней я ее ношу с удовольствием. Здесь удлиненная макушка. Хотя раньше я шапки с удлиненной макушкой не носила, не потому что они мне не нравились или не идут мне такие шапки. Просто мне в них было некомфортно. Но возможно те шапки, которые я вязала с удлиненной макушкой для себя до этого, я вязала не из той пряжи. По крайней мере, вот эта шапка меня вполне устраивает. И вязала я ее резинкой один на один. Макушка здесь закрыта в четыре клина. Она двойная с отворотом. Вот так выглядит в разложенном виде. Расход на нее 135 грамм. А вязала я из пряжи пух норки. Этикетка выглядит вот так. У меня в работе были два моточка и две катушечки. И в общем-то получилась замечательная шапка. Я обязательно вставлю фотографии, как она смотрится на мне. Эта шапочка получилась такая пушистая-пушистая. И цвет пыльная роза. Свою тетрадку я записала те проекты, над которыми сейчас работаю. То есть в январе. Я конечно уверена, что не все эти проекты мне удастся закончить до конца месяца. Большинство из них перейдет в февраль. Но если мне удастся какое-то плечевое изделие довязать до конца января, это будет просто замечательно. Загадывать не буду, как получится. Итак, у меня здесь шесть пунктов. И под первым пунктом я записала джемпер под кодовым названием кофе. Почему кофе? Вообще этот джемпер я вяжу для своего мужа. А кофе, потому что цвет у пряжи называется кофе со льдом. Такой красивый цвет. Это бобинная пряжа производства Киргизия. Покупала я ее в интернет-магазине Азбука вязания. Здесь 1400 метров 100 граммах. Я вяжу в 5 сложений. В составе 30 процентов шерсть, 70 процентов акрил. Вяжу я джемпер по кругу снизу вверх. Сначала я провязала спицами номер 3 резинку 2 на 2, а далее перешла на спицы 3,5. И продолжила вязание лицевой гладью. Провязала 10 сантиметров от резинки. Но мне нужно провязать еще пять. И только потом я начну добавлять постепенно узор. У меня будет узор жгутики. И эти жгутики, они будут идти наискосок. Пока я вяжу лицевую гладь, в принципе, можно расслабиться. Да, случаются, конечно, провисания. В 5 сложений вяжу и случаются провисания. Но это пока лицевая гладь легко исправить. То есть подраспустила петельку и крючком аккуратненько подняла петлю, подхватив все ниточки. Когда же будет уже в работе узор, это делать будет сложнее. Обычно, если я что-то вяжу лицевой гладью, я смотрю какой-нибудь интересный фильм, или сериал, или видео. Но с этим процессом так не получается. Здесь нужно очень внимательно следить за каждой петлей. Я просто не поднимаю глаз от этого процесса. И мне хотелось бы этот джемпер связать до 23 февраля. Я, конечно, понимаю, что время еще есть, но продвигается он очень медленно. Потому что петель много. И даже на то, чтобы провязать один ряд, уходит достаточно много времени. Сейчас я постараюсь каждый день хотя бы понемножку продвигать этот процесс. И надеюсь, что мне все-таки удастся до 23 февраля довязать этот джемпер и порадовать таким подарком мужа. Так, под вторым пунктом я записала свитер мечта. Мечта, потому что давно купила пряжу и мечтала связать из нее для себя свитер с аранами. Вот такая пряжа. Она не белая, она молочного цвета. Метраж, к сожалению, я не знаю, но ниточка тоненькая. Возможно, 1400 метров в 100 граммах. Ну, где-то примерно так. Если найду информацию, то подпишу обязательно. И здесь в составе 30 процентов кашемер, 70 процентов мериносовая шерсть. Вязать я джемпер решила в два сложения. Несмотря на то, что нить такая тоненькая. Вот мужу, например, я вяжу в пять сложений. Но там я точно знаю, что после стирки полотно не изменится. Оно какое есть, такое есть. Оно не раскроется никак. А вот эта пряжа, она после стирки очень неплохо раскрывается. Итак, я буду вязать свитер отдельными деталями. Начала пока вязать спинку. Провязала резинку один на один. Вяжу на прямых спицах номер три. Резинка, конечно, как вы видите, корявая. Вся такая дырявая. Пока не казистая. Я бы даже сказала, не очень красивая. Но стирка творит чудеса. Этот образец связан спицами номер три в два сложения. Посмотрите, как раскрылась пряжа замечательно. Появился деликатный пушок. Резиночка стала ровненькой. Да, резинку, мне кажется, эта пряжа не держит. Возможно, я просто мало провязала. Но даже если она не держит резинку, меня это вполне устраивает. И мне очень нравится плотность. Так что надеюсь, что эта резиночка станет такой же ровненькой, красивой. Ну и, собственно, будет джемпер тоже очень красивым. Далее, после того, как я связала резинку, мне нужно рассчитать петли, распределить на узоры. Я себе распечатала вот такую стопочку разных оранов, которые мне нравятся. Я, конечно, не все их буду использовать. Мне нужно просто сесть, выбрать те ораны, которые я буду вязать в этом изделии, распределить, посчитать петли. Я вам просто покажу, какие ораны я себе распечатала. Но они мне нравятся все. Я просто растерялась и не знаю, какие выбрать. Ну, это вот такие несложные. Вот такой оран. Можно где-нибудь по центру какой-то большой оран пустить, а можно асимметрию сделать. Крупный оран где-нибудь сбоку пустить, а мелкие. В общем, надо сесть, подумать, распределить все эти ораны. Не все, вернее, а часть этих оранов. А может быть, вот здесь уже, смотрите, как здорово все смотрится тоже. И вот такие мне нравятся. Этот оран можно не обязательно полностью весь. Можно только вот часть где-нибудь сбоку пустить. В общем, нравится мне все. Надо только найти время, сесть, все это дело распределить и уже продолжать вязать этот проект. Под третьим пунктом у меня записан джемпер под кодовым названием История. Вяжу этот джемпер для себя из пряжи Астория от Камтекс. Здесь 180 метров в 50 граммах, 65% хлопок, 35% шерсть. В составе цвет меланж 1 в скобках 400. Вяжу регланом сверху, обычной лицевой гладью, но по низу корпуса я решила связать ажурный узор. У джемпера я уже довязала полностью регланные линии, отсоединила рукава и сейчас вяжу корпус вниз. Но полностью корпус довязывать вниз я не буду. Буду вязать пока у меня не закончится клубочек, а затем переключусь на рукава. Так как у меня всего 5 мотков данной пряжи, моточки по 50 грамм и я не совсем уверена, что мне хватит пряжи полностью довязать джемпер. Поэтому, если мне пряжи, чтобы довязать корпус не хватит, я буду довязывать такой же пряжей, но не меланжевой, а в коричневом цвете. Просто коричневый цвет. Сделаю пару полосочек, а затем полностью перейду на этот цвет и по низу корпуса буду вывязывать ажурный узор. Я вам ставлю фотографию, какого плана узор мне хочется видеть в этом изделии. Я не совсем уверена, что найду схему данного конкретного узора, но я думаю, что подобные узоры в интернете есть и что-нибудь подходящее я обязательно подберу. Так что, надеюсь, получится что-то интересное. Следующий пункт номер 4. Здесь я записала тунику, которую вяжу для себя из пряжи Alize Superlano Classic. Эту пряжу я очень люблю. Я достаточно много изделий связала из этой пряжи. Она прекрасно переносит машинную стирку и достаточно длительное время изделия имеют презентабельный вид. В составе 75% акрил, 25% шерсть, 280 метров в 100 граммах, а цвет этот 390. Вяжу регланом сверху и, честно говоря, это именно тот проект, который я надеюсь закончить до конца января. Туника уже не маленькая, поэтому на столе ее показывать не очень удобно. Вот на таком этапе у меня данный проект выглядит такой худенькой, но на самом деле это потому, что вяжу я ее резинкой. Когда я довязала до талии, я начала делать постепенно прибавки, чтобы туника меня не обтягивала. Изначально вязала резинкой 4х2, то есть 4 лицевые, 2 изнаночные. Но дойдя до талии, я начала делать прибавки. Прибавки я делала в изнаночных петлях, то есть 4 лицевые у меня так и остались, а изнаночные петли добавлялись. Провязала какое-то расстояние резинкой 4х3, затем снова сделала прибавки, провязала резинкой 4х4. Сейчас уже вяжу резинку 4х5, то есть 4 лицевые, 5 изнаночных. И когда я примерила вот на этом этапе, поняла, что мне нужно сделать еще прибавку, значит будет далее у меня идти резинка 4х6. Начинала вязать тунику, набирая петли на бросовую нить. Сначала вывязала регланной линии, на регланной линии отвела по 2 петли. После того, как отсоединила рукава, я решила не продолжать вязать корпус вниз, а связать сначала горловину. Здесь я сделала кетлевку, затем провязала резинкой 2х2 ворот, получился такой ворот стоечка. Закрывала с накидами, край смотрится такими зубчиками и очень эластичный, мне нравится. И после этого вновь вернулась к вязанию корпуса. И когда я вяжу этот проект, у меня складывается такое впечатление, что я стою на месте. Поэтому перед началом работы я всегда прикрепляю маркер, как девочки его называют, хранитель прогресса. И вижу, насколько я продвинулась. Обычно, провязывая 5-6 см, я переключаюсь с этого проекта на какой-нибудь другой. Продолжение следует... Под пятым пунктом я записала носки. Но этот пункт у меня на постоянной основе, независимо от месяца, носки у меня всегда числятся в проектах. Потому что, как только я заканчиваю вязать одни носки, сразу же начинаю вязать следующие. Во время новогодних праздников я связала пару носков для своего мужа. Он сказал, что его рабочие носки прохудились, ему нужны новые. И вот я связала ему такие носочки. Паглинок я вязала из остатков пряжи. Сами носки из пряжи от троицкой фабрики Деревенька. В пяточку добавила нить Alize Superwash. Чтобы пятка быстро не протиралась, я решила укрепить ее вот таким способом. И вот такая пара носочков у меня готова. На размер 43-44. Как только я их довязала, я сразу же начала вязать следующие. Это тоже мужские носки. Вяжу я их из пряжи Alize Superwash Comfort Socks. 420 метров 100 граммах, 75% шерсть, 25% полиамид. А цвет 76-78. На данном этапе у меня отвязан паглинок, пяточка. И несмотря на то, что я только начала вязать первый носочек, я уже приготовила пряжу для следующего. Кому эти носки будут предназначены, я не знаю. Когда я свяжу эти носочки и следующие, муж и сын выберут, кому какие понравятся. Эта пряжа тоже Alize Superwash Comfort Socks. А номер цвета 7708. Так что вот такие у меня планы носочные. Остался последний пункт, номер 6. Здесь записан плед. Плед я вяжу бабушкиными квадратами, крючком из остатков пряжи. Но сегодня я его показывать не буду. Так как там нет совершенно никаких продвижений. За это время я не провязала ни одного столбика. Тем не менее, я включила его в проекты января. Потому что в этом месяце хочу обязательно связать хотя бы один квадрат. Чтобы хоть немножко продвинуть этот проект тоже. Еще в планах у меня было начать вязать себе джемпер. Вот из такой красивой пряжи. Эту пряжу мне дарила Наташа. Канал называется у Наташи Чудо Петелька. Alize Angora Gold. Я просто в восторге от этого цвета. Так, номер цвета 221. В составе 80% акрил, 20% шерсть. В 100 граммах 550 метров. Но я пока не начала. Потому что у меня еще нет полного понимания того, что я хочу. Торопиться не буду. Пока я определяюсь с моделью. Надеюсь за это время закончить хотя бы одно изделие плечевое из своего списка. На этом у меня все. Спасибо вам огромное, что заглянули ко мне в гости. Спасибо за ваши комментарии. Еще раз поздравляю всех с Новым Годом. Желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья. Пусть в этом году у вас будет много приятных событий. Всего вам самого-самого доброго. До скорых встреч. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Удачи! Удачи!